Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня, ну, наверное, в конце концов, дошла речь и до тайских штучек, до тайских соусов. Два или три из них здесь еще из тех, из того числа, что привозили из Таиланда. А остальное, ну уж, благодарности велики сетевым магазинам, в которых у нас появились, не в большом, конечно, количестве, но тем не менее, появились и тайские соусы, и различные уксусы, и другие необходимые для приготовления пищи или для придания какого-то удивительного вкуса, аромата, средства вот эти. И в преддверии Нового года, когда холодильник надо освободить от пустых бутылочек и баночек, и заполнять новыми, вот хочу показать, что у нас уже что-то закончилось. И ждала своего часа. Ого! Тяжеленная. Так, ну, наверное, не получится так. Это вынуть, правда, тяжелая бутылка. И, значит, пришел час, чтобы я показала и рассказала, что мне нравится. И, может быть, посоветовала вам обращать внимание на такие полки, отделы, где, может быть, вполне возможно, и у вас в магазинах есть такое великолепие. Один минус этих бутылок, они стеклянные, и перемещать их достаточно сложно. Ну, правда, вот корзинку я с трудом вот эту поднимаю, хотя банки там или бутылки практически все пустые. Ну, а если что-то осталось, хотела выливать на блюдце, но решила, что нет, лучше покажу то, что было там. Ну, значит, вот этот соус, это без всяческого преувеличения, это привезенный из Таиланда, это вот такая жидкость, ну, не жидкость, конечно, но такая достаточно жидкая смесь зеленого цвета. Здесь не указано, здесь сказано, что в состав входит перец чили, чеснок, сок лайма и, не хочет наводить резкость, ну, ладно, бог с ним, и овощи. Я так думаю, что здесь какие-то зеленые культуры, потому что очень такой яркий аромат, в том числе и базилика, что уж там есть еще, но очень-очень острый, и такой соус подходит к морепродуктам. Ну, при желании, конечно, его можно попробовать со всем чем угодно, но на самом деле лучше всего к рыбе, к реветкам. Буду так устанавливать, откуда взяла, туда и поставлю. Очень вкусный, вот он такой вид имеет, видите, там частички, это свежие ягоды шелковицы, соус шелковичный и с добавлением корицы. Ну, безусловно, там есть дополнительные специи, перец чили в том или ином количестве, либо совсем минимальном, либо в чуть большем, имеет место во всех соусах. Ну, а дальше все ингредиенты, которые свойственны любым соусам добавленным. Шелковица имеет такой очень приятную консистенцию, косточек там каких-то нет, поэтому он достаточно гладкий, хотя вот кусочки ягоды наблюдаются. Еще один соус, ширача майо, это соус на основе майонеза, таким образом он сделан, взбит, что... Так, этот, видите, сертификат имеет, это купленный уже здесь. С большим количеством чеснока, достаточно такой остренький, ну, недостаточно, а очень, надо сказать, острый. Ну, суши, роллы, что там еще здесь указано, но обычно мы используем к курице, иногда к мясу, к рыбе хорош. Вот такой соус, ну, перца там большое количество. Еще один соус, он сделан на основе соевой пасты, ну, с добавлением также и перца чили, и различных других добавок для утки по-пятински. Вот, в отличие от других соусов, он очень густой, и с трудом вот эта вот жидкая фракция перемещается, а вообще он густой, и приходится несколько предпринимать усилий, чтобы вытрясти его из бутылки, но очень такой необычный, причем он еще и с добавлением сладкого картофеля с бататом, что придает ему такой необычный очень вкус. Соус, ну, суткой по-пятински мы его, надо сказать честно, ни разу не пробовали, а с другими видами птицы, ну, и просто так, ну, судя по-другим, что он убыл не так быстро, не так часто он естся, но используется, на самом деле вкусный. Еще один соус, соус чили, это соус, здесь осталась тоже его составная часть, в состав которой входит морковь, свежий редис, ну, я думаю, что под редисом здесь и лобу могут предполагать. Вообще он достаточно жидкий такой был, и вот жидкость по выбрали уже, использовали, а вот такая кучка овощей, которая, видно, сквозь горлышко не сразу прошла, она подзадержалась, но ее тоже надо достать и стратить, и с бутылочками уже порастаться. Некоторые бутылки специально хранила для того, чтобы создать это видео, похвастаться тем, что есть у нас, и порекомендовать, что на самом деле очень-очень вкусные соусы. Этот, ну, наверное, он считается классическим. Чаще всего, если мы его и привозили, то пытались это делать в пластиковой упаковке, иногда он бывает и в такой, потому что, ну, каждый производитель, как бы имеет свою фирменную этикетку, посуду и все прочее. Но на самом деле вот такой сладкий чили, он у многих производителей есть, и иногда это бывает в такой, в мягкой упаковочке, поэтому, конечно, лучше с ним. Здесь и небольшое количество чеснока, чили, ну, какие-то другие ингредиенты и медовая добавка. Не знаю, вот я бы, наверное, этот соус назвала на все случаи жизни. Конечно, другие имеют свои какие-то ноточки, часто фруктовые, часто какие-то вкусовые добавки, такие, которые делают их уникальными и неповторимыми, отличными от других, но вот этот, что называется для курицы на все случаи, на все времена. Вот здесь совсем остаточек, и он тут уже, как бы, немножечко подзагустевший и изменивший цвет, потому что, ну, концентрация тут его, видимо, увеличилась от того, что некоторое время он постоял, вообще он более такой желтенький. Это соус на основе сока лайма и меда. Очень-очень вкусный. Ну, точно так же, как и во всех других, здесь также и небольшое количество чеснока, чили, ну, очень-очень вкусный, очень красивый вот этот. Этот соус, который стал любимцем, это соус на основе мангостина. Манго и мангостин. Ну, больше здесь был мангостин. Вымытая уже бутылка, к сожалению, не успела, так скажем, показать. Вымыли раньше, чем дошло дело до съемок. Ну, очень вкусный. Он есть и в бутылке побольшего объема. Может быть, тут в какие-то дни и докупится. Еще один соус. Это также соус чили. Он к числу, ну, таких немножечко-немножечко сладковатых относится. Но этот, в отличие от классического, с большим количеством чеснока. Вот так вот он выглядит. По вкусу тайские соусы от вьетнамских отличаются очень-очень. Ну, в пользу, конечно, именно тайских. Уже неоднократно, но вот этот вот тоже знаков сертификации вы не видите. Это из Таиланда. Сок лайма. Есть у нас такой и в сухом виде. Вот как у нас продают сухую лимонную кислоту в пачечках. У нас, правда, большой пакет с, наверное, не с лимонной, а с лаймовой кислотой. И такие вот, ну, я уж не знаю, насколько они тут натуральные-то натуральные, но, наверное, все-таки с каким-то консервантом. Хотя, наверное, может быть и сам кислота вот этого сока сама по себе является консервантом. Стоять он может достаточно долго. Используется по мере необходимости. И что тоже отрадно, у нас в магазинах я тоже видела, ну, уж не знаю, все время продается или нет, но сок лайма я тоже уже видела. И, ну, видимо, от жадности куплена вот такая бутылка, господи, соуса чили, классического именно чили. Его можно куда угодно, в какие угодно блюда добавлять и как составную часть к другим каким-то соусам, которые будете изготавливать самостоятельно. Очень острый, но очень ароматный. Почему говорю от жадности? Потому что, видимо, некоторое время спустя, я не всегда запоминая, что же уже куплено, вот точно такой же соус появился, приобрелся вот в такой бутылке. Не знаю, наверное, в три раза меньшего объема. Так, что еще новое и нераспечатанное? Вот это из последних, так скажем, приобретений. Это соус. Ну, видите, производитель другой. Это соус, господи, ананасный. То есть, и соус с ананасом. Здесь ананас не полностью перетерт. Есть и кусочки встречаются, но основа все-таки такая пюреобразная. Не пробовала, не знаю, не скажу, но думаю, что будет очень вкусно. И так как вот этот вот заканчивается, это такой же. Ну, единственная разница этикетки другие, ну, чуть другая. Но суть соуса такая же. Сладкий чили. Это, что называется, соус на все времена. И с этой стороны вот такие вот маленькие бутылочки. Итак, это тоже ананасный соус. Сладкий ананас. Почему-то камера не хочет как следует настроиться. Ну, ладно, это не столь смертельно. Так. Вот этот ананас с маракуйей и с манго. Так. А, наверное, с маракуйей и манго. Ананаса здесь нет. Здесь такой пюреобразный. А этот, как видите, с кусочками ананаса, чеснока, перца, чили. Чеснока здесь небольшое количество. Но он присутствует. И вот такой соус, который я еще ни разу не пробовала. Но хочется ощутить его вкус, поскольку здесь соус с добавлением фрукта лангана. И он сделан на основе сока баэля. Баэля. Или каменного яблочка. Ну, в общем, наверняка, те, кто бывали в Таиланде или приобретали какие-то специи, чаи из Таиланда, то узнают то самое каменное яблочко, которое в разрезанном виде, в высушенном виде продается такими красивыми дольками. Или не дольками, а слайсами такими поперек фрукта, перерезанными. Это прекрасное средство от кашля, как хорошее противовоспалительное. Чи из баэля очень широко распространены в Таиланде. И вот здесь как раз на основе сока баэля сделан этот соус с добавлением лангана. Вот такой арсенал баночек и бутылочек. Еще раз повторяю, что в магазине, может быть, когда-то снова дойдет, предоставится возможность в магазине поснимать, как я это делала с различными пастами том-ямов и всего прочего. Не знаю, загадывать не буду, но то, что вот это есть, это очень и очень замечательно, потому что когда мы вновь попадем в любимый Таиланд, пока, наверное, только Всевышнему известно, как будут складываться наши дела, не знаю, но то, что солнечный Тай хоть в таком виде есть на полках в наших магазинах, и то честь и хвала. Всего вам самого доброго. Анонсом скажу, что сейчас я покажу уксусы, какие есть у меня. Так что ждите следующего видео. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok